Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, уже сегодня, состоится жеребьевка Лиги Чемпионов, достаточно важное для нас событие. Мы попали в итоге в четвертую корзину, не хватило вылета буквально одной команды, чтобы мы попали повыше в третью корзину и нам достались соперники полегче. Но на самом деле, наверное, между третьей и четвертой корзиной разница не настолько большая, и с третьей, будь мы в третьей, мы могли бы достать что-то серьезное и неприятное из четвертой, типа Галтасарай или Лейпцига или Лиля. И точно так же, будучи в четвертой, мы можем достать себе соперников, которые теоретически мы должны проходить, ну не то, что должны проходить, но можем, да, это Брюгге, тот же Олимпиакос, Загреб, наверное, тоже не самая страшная команда. Ну, в общем, конечно, в третьей было бы попроще, но ничего страшного. Сейчас я проведу тестовую жеребьевку и заодно расскажу вам о своем отношении к каждой команде с точки зрения того, хотел бы я на выезд туда попасть, хотел бы ли я, чтобы эта команда была бы в группе у Локомотива. Посмотрим, какая группа получится у меня, я думаю, может быть, вы уже пробовали этот сайт, он позволяет симулировать жеребьевку Лиги Чемпионов. Ну и составлю еще парочку сборных, это моя идеальная группа, которую я бы хотел, группа жизни, та группа, из которой Локомотив, ну, наверное, должен выходить, как мечтает Василий Александрович Кикнадзе, в плей-офф Лиги Чемпионов, и группа смерти, та, из которой Локомотиву просто прямая дорога вниз. Ну, поехали, давайте начнем с симуляцией. Буду все время выбирать первые шарики, думаю, не суть важна, все равно работает рандомайзер. Барселона. Барселона, это мой выбор топ-1 из первой корзины, потому что я люблю Испанию, я люблю город Барселону, я бы с удовольствием поехал в Барселону на выезд, хотя, ну, на Компноу меня особо не тянет, но я обожаю тот город и с удовольствием бы просто поехал. Ну, и, соответственно, если Барселона приедет к нам, мы трое лужников соберем вообще без проблем. Едем дальше. Манчестер-Сити. Манчестер-Сити, противовес Барселоне, это, наоборот, худший из всех вариантов, которые есть в первой корзине. Манчестер-Сити мне не нравится ни по стилю, ни по каким-то внутренним ощущениям. Манчестер, как город для выезда, наверное, тоже, ну, вряд ли кому-то вызывает какие-то теплые чувства, потому что это виза в Англию, это дорогие перелеты, это дорогие переезды. В общем, проблем с поездкой в Англию будет огромное количество. Думаю, что в Манчестер-Сити, если он нам попадется, будет наименьшее количество людей, которые вообще поедут. Наверное, да, если они приедут к нам, то люди пойдут на чемпионов Англии, на Гвардиолу и на все такое. Но лично для меня вообще никакого интереса, поэтому то, что бы я вообще не хотел, это Манчестер-Сити. Шансов против них ноль, интерес выезда ноль и, в общем, едем дальше. Париж-Сен-Жермен. Париж, город, в который хочется съездить, хочется побывать. Опять же, это денежный мешок, которому у меня нет вообще никаких симпатий, поэтому, ну, Париж и Париж. Играть с ними будет довольно тяжело, они в любом случае обладают хорошим составом, будет там Бапе, не будет, говоря, что он травму получил. Ну, в общем, как выезд более-менее, как команда, с которой хотелось бы сыграть, ну, так, середняк, середняковый середняк. Зенит-Санкт-Петербург сразу пролистываем, с Зенитом мы не можем попасться. Ювентус. Ювентус это хороший вариант, потому что в Турине я еще не был, Италию я тоже люблю, как и Испанию, и хотелось бы съездить, посмотреть на Турин. И, соответственно, как клуб, который может привлечь болельщиков, Ювентус и Криштиану Роналду, это тоже довольно любимый в России многими клуб. Поэтому хороший, достаточно добротный вариант, если не Барселона, то пускай Ювентус, но это сложный вариант. Пуслибл Группс Фот Челси. Челси это Лондон, Лондон, как известно, столица мира. Попасть туда попроще, чем в Ливерпуль или в Манчестер, прямые перелеты, но виза остается визой. При этом у Челси, наверное, после Манчестер Юнайтеда, ну, сейчас еще Ливерпуль с Клопом, но тоже огромное количество поклонников есть в России после финала того, который был в Москве Челси Манчестер Юнайтед. В общем, после Абрамовича такой хороший вариант в плане того, что попасть в Лондон все-таки можно и хотелось бы, кстати. При этом Челси на данный момент, учитывая их трансферный бан, не представляет из себя силу, равную всем остальным командам из первой корзины, за исключением Зенита. Да, то есть с Челси можно играть. Со всеми остальными мы будем, ну, с позиции глубочайшего андердога, если отобьемся хорошо, не отобьемся, да и, ну, понятно. Сами все понимаете. Ну и остается у нас только Бавария. Бавария в Мюнхене я уже был, поэтому, наверное, как выезд это не самый интересный. А, у нас еще Ливерпуль остался. Не самый интересный вариант. Опять же, в прошлом году был Гильзенкирхен. В Германии уже, соответственно, кто хотел, побывал. Ну, как соперник очень сложно. Играть с Баварией всегда тяжело. Особенно российским клубам против немецких. Мне кажется, что, ну, хуже всего российские клубы играют именно против немецких команд. Не хотелось бы. Просто не хотелось бы. Не люблю Баварию. В Германию как на выезд тоже не особо. И последний Ливерпуль. Ливерпуль это сейчас, наверное, главная, любимая команда во всем мире. Потому что клуб, потому что победители Лиги Чемпионов, прекрасно играют, замечательные футболисты. Ну, как выезд, понятно, да, примерно то же самое, что в Манчестер-Сити. Хотя про Ливерпуль хотя бы там Битлз было. И более-менее понимаешь, что искать и что смотреть. Но, тем не менее, добраться сложно. Проблемы. Но зато, если они приедут в Москву, я думаю, что билеты на Ливерпуль будут отрывать просто с руками, с ногами. И, опять же, как и в случае с Барселоной, набрать лужники проблемы вообще не составят. Скорее даже будет проблема приобрести билеты. Итак, группа, точнее, вторая корзина. Начинаем с Реал Мадрида. Реал Мадрид, опять же, команда, которая сейчас переживает, наверное, не лучшие свои времена. Их год назад обыгрывал ЦСКА. Очень бы не хотелось получить Реал Мадрид, чтобы нас потом сравнивали с ЦСКА. А вот помните, они в прошлом году дважды Реал обыграли, а вы не смогли. Ну, примерно как это было с Краснодаром и Порту. Не хочется таких разговоров. Поэтому, наверное, из второй корзины я бы испанцев вообще никаких не хотел. Там еще будет Атлетика, попозже о нем поговорим. Ну, Реал, нет. Это все равно суперсложно. Как выезд хорошо, но вот эти вот сравнения с прошлым годом и ЦСКА, ну, вообще не хочется. Вот, собственно, и Атлетика Мадрид. Играли. С Атлетика тоже Мадрид, поэтому как выезд, наверное, все-таки неплохо. Я не был в Мадриде, мне бы хотелось побывать в столице Испании, раз уж я люблю Испанию. Но ни Реал, ни Атлетика в этом году вообще не хочется. Атлетика, опять же, задушит нас. И состав сильнейший обновили, да, они его достаточно серьезно. Играть с ними будет очень тяжело, но при этом никакого эффекта новизны и какого-то такого вау-эффекта от Лиги Чемпионов тоже не получим. Играли уже с ними в Лиге Европы. Шахтер Донецкий пропускаем. С украинскими командами нас будут разводить. Борусь от Дортмунд. Думаю, что если к нам попадет кто-то из пары, ну, не, да даже, наверное, любая команда из первой корзины плюс Дортмунд, то это стопроцентные лужники. Потому что Дортмунд это та команда, которая наряду со всеми командами из первой корзины должна собирать лужники. И ее все любят, и все готовы на нее пойти. Ну, такая вот сложилась репутация у этой немецкой команды. Опять же, в Германию не хочу, но при этом Дортмунд есть Дортмунд. И я думаю, что очень многие бы с удовольствием поехали и побывали бы на стадионе. Послушали бы, как немцы болеют за своих. Может быть, поучились бы чему-нибудь, потому что это космическая обстановка на стадионе. Но шансов при этом против Боруссии, которая сейчас должна, по идее, бороться за чемпионство в Германии и обыграть Баварию, думаю, что, опять же, очень немного. Команда на очень хорошем ходу. Аякс прошел сегодня не без труда АПЛ. В первом матче у них была ничья. Тоже перестройка состава. Очень многие ушли. Я думаю, что с Аяксом можно играть. Вот с нынешним конкретным Аяксом можно играть. Они, конечно, все равно сильные. Они все равно, конечно, будут в свой футбол играть, навязывать его. Но я думаю, что играть с ними можно. Амстердам – это то место, куда я бы хотел попасть, в том числе и на выезд. Хотя голландцы, я знаю, сумасшедшие в этом плане. Но, тем не менее, Аякс – это неплохой выбор. Я был бы не против. Тоттенхем Ходспур – это тоже Англия. Извините за мое ужасное английское произношение. Даже не знаю, почему так получилось. Вообще ничего не связывает меня с этой командой. Я очень расстроюсь, если из всех вариантов второй корзины нам попадется именно Тоттенхем. Наверное, два худших варианта – это Атлетика и Тоттенхем. Просто вообще неинтересно и не хочется. Бенфика. Думаю, что это самый простой вариант из второй корзины. Вот, несмотря на все то, что Бенфика – это чемпион Португалии, обыграли Порту, обошли. Думаю, что это самый слабый вариант из второй корзины. Если нам попадется Бенфика, лично я буду считать, что мы должны забирать как минимум 4 очка. Да, сложно, но в Лиге чемпионов просто вообще ни с кем не будет. Если посмотреть на вторую корзину, то можно понять, что Бенфика – это, наверное, самая сладкая булка, которая только возможна. Но выезд в Португалию, я думаю, что уже всех достал. У нас в каждом розыгрыше есть какие-то выезды либо в Турцию, либо в Португалию. Со спортингом сыграли, с Порту сыграли. Вот теперь Бенфика. Но заодно можно за еврощики побороться и дополнительная ответственность перед Россией. Наполи. Наполи – это Италия, но при этом это юг Италии, сумасшедшие фанаты. И, ну, вариант, честно говоря, похуже, чем Ювентус, потому что команда все равно сильная. А выезд уже немножко страшноватый. Каждый год слушаешь о том, что там трех болельщиков зарезали, этих избили, там что-то произошло. Но, короче, ну, в общем-то, наверное, неплохо было бы, но при этом я бы уж лучше Ювентуса с первой корзины взял, чем Наполи из второй. Все равно сложно. Если попадется и Наполи, ну, Наполи и кто-то из первой корзины, то это уже гарантированный невыход из группы. Давайте что-нибудь попроще, поинтереснее. Переходим к третьей корзине. Леон. Франция. Хотя, мне кажется, это было бы интересно, но очень сложно. Я бы был бы очень не против Леона. Не самый интересный, конечно, вариант, который может попасться в третьей корзине. Но, тем не менее, такая группа смерти, в принципе, нарисовывается, если был бы Леон из третьей корзины. Но при этом все равно интересно. И мне кажется, что с французами не так сложно было бы именно нам, именно по стилю игры. Олимпиакос. Опять же, Краснодар только что играл с Олимпиакосом. Команда очень недооцененная. Играют в футбол здорово. Я думаю, что они дадут жару и из третьей корзины. И куда бы ни попали, все равно будут бороться за выход из группы. Не хотел бы, не хотел бы. Греция не самый интересный выезд. Опять же, накаленная обстановка. И при этом очень сильная команда, которой, если мы проиграем, будут все хейтить нас. А проиграть можно очень легко. Команда действительно хорошая. Зальцбург. Зальцбург с удовольствием бы я получил к нам в группу. Это интереснейшая команда с интереснейшими футболистами. Да, это сложно, но, опять же, с кем легко в Лиге чемпионов. Интереснейший выезд лично для меня был бы. Я бы прям вот из третьей корзины у меня есть два. Три фаворита. Это вот один из них Зальцбург. Брюгге. Это второй фаворит, потому что город Брюгге. Я думаю, все смотрели фильм «Залечь на дно» в Брюгге. И знают о том, что это город с застывшей средневековой красотой, в которую я безумно хочу попасть. И буду, наверное, скрещивать пальцы за то, чтобы Брюгге нам достался. И если попадется, то все силы приложу, чтобы поехать туда на выезд. Ну и, собственно, команда такая, которую Локомотив должен как минимум наравне играть. Байер, Ливеркузен снова. Германия. Попроще соперники, чем Дортмунд и Бавария. Но тоже все очень. Не просто с немцами играть тяжело. Все эти немецкие города похожи один на другой. В качестве выезда меня не интересуют. В качестве какого-то интересного соперника, конкретно Байер, тоже особо не представляет никакого интереса в топку. Загреб. В Загребе был в этом феврале. Поэтому, вот исключительно поэтому не хотелось бы получить Загреб. Но если вы не были, соответственно, как город, мне Загреб понравился. Опять же, там будет тепло. Это южный город. Можно до моря доехать, если у вас есть машина. В принципе, неплохо. И соперник из числа проходимых. Хоть он и попал в третью корзину, но соперник более чем проходимый. Они опять от кучи народу избавились, кучу народу набрали. Должны, должны справляться с Загребом. Интер. Только что перешел Жоау Марио. Думаю, что никто бы не хотел, чтобы мы получили Интер. Возможно, кстати, и Марио не сможет сыграть по условию арендного соглашения, но фиг его знает на самом деле. Милан – это хороший выезд. Всегда дешевые билеты в Милан есть практически в любой момент. Город красивейший. Попасть в Милан, думаю, что никто не будет против. Такой средний вариант, но при этом играть против Милана я бы точно не хотел. Они набрали сейчас хорошую банду, хороший тренер, и я думаю, что они будут бороться за чемпионство. Ну, составят конкуренцию Евентусу. Должны, по крайней мере. И мой топ-3 вариант – это Валенсия. Если уж не попадется Барселона, не попадется какой-нибудь из мадридских клубов из второй корзины, Валенсию обожаю. Мой второй любимый клуб, хотя я вообще не слежу за ним, но я всегда в уме держу то, что Валенсия – это мой второй любимый клуб. Я был в Валенсии, мне очень нравится этот город, и опять же, как и вся Испания, атмосфера крутая. Я бы… Ну, это личная моя хотелка. Валенсия. Побывать на Мисталье на матче против Локомотива – это просто детская мечта. И четвертая группа. Она нам попасться не может, поэтому просто прощелкиваем, посмотрим, куда попадет Локомотив вот в моей импровизированной жеребьевке. Вот, собственно, Локомотив. И это группа с Валенсией, Бенфикой и Баварией. Дощелкаем. Получилось. Бавария – клуб из Мюнхена. Немецкая команда, с которой мы проиграем. Ну, довольно очевидно, что мы вряд ли что-то сможем противопоставить Ливандовские компании. Бенфика – слабейшая команда из второй корзины. Валенсия – идеальная команда из третьей корзины. Лично для меня. И бороться с ней тоже можно. Показывал это Краснодар, что с Валенсией играть можно. Она сильная команда, но мы тоже, в общем-то, не дурака валять пришли в Лигу Чемпионов. Так что отлично. Группа мне нравится. Я бы с удовольствием такую группу забрал. Ну, может быть, из первой корзины можно еще Баварию на Ювентус заменить, и тогда вот вообще хорошо. Теперь, как обещал, группа смерти, которую я бы вот вообще не хотел ни одной команды из этой группы. Из первой корзины это будет Манчестер Сити. Я уже рассказал причины. Из второй корзины это будет Атлетика. Кошмарный вариант. И неинтересно, и сложно, и безумно. Сразу все шансы на выход куда-либо обрубают. Ну и давайте из третьей корзины. Если уж мы взяли англичан, испанцев, давайте немцы. Байер, Ливеркузенский. Это все равно сложно, как обычно, против немцев. Но и при этом вообще неинтересно. То есть, если попадется Манн-Сити, Атлетика, Ливеркузен, я буду считать жеребьевку полнейшим провалом. Теперь давайте попробуем составить группу жизни. Группу, из которой Локомотив сможет выйти. Из первой корзины, я думаю, возьмем Челси. Все-таки, ну, довольно сейчас команда переживает далеко не лучшие времена. Если уже выбирать кого-то из первой корзины, то это, наверное, Челси. Из второй корзины возьмем Бенфику. Я уже, опять же, говорил, какие варианты есть, но возможно еще Аякс. Аякс поприятнее Бенфике в плане выезда. Если уж мы берем Челси, в которой тяжело выехать, и Бенфику, в которой тоже Португалия, черт доберешься. Давайте Аякс возьмем. Тем более, что Бенфику у меня есть в моей группе составленной. Челси, Аякс, и из третьей корзины давайте возьмем я думаю Брюги. Вот если сравнивать Брюги и Загреб, мне кажется, Брюги должен быть клубом, который Локомотив пройдет. Опять же, от Бельгии у болельщиков Локомотива должны быть приятные воспоминания в свое время. Андерлект, Громиле, может быть, Брюги примерно из той же корзины будет. В общем, группа жизни, на мой взгляд, это Челси, Аякс, Брюги. Интересная группа, группа, с которой есть куда съездить, группа, из которой Локомотив может бороться и за выход из группы, и за третье место. Ну, мне кажется, неплохо было бы. Ну и теперь идеальная группа, группу, которую я бы хотел, и если она выпадет, я буду бегать по комнате и орать отчасти. Барселона из первой корзины, давайте, Аякс из второй корзины, Брюги из третьей корзины. Смотрите, то же самое получается. Как так? Только вот я меняю Челси на Барселону, потому что Барселона поинтереснее, но тогда мы не можем поп... А, ну я и не беру Валенсию. Думаю, что... Вот я смотрю на вторую корзину и понимаю, что не хочу никого, кроме Аякса из нее, прям так, чтобы вот уж хотеть. Аякс интересно посмотреть, Барселона отличный выезд и команда, которая соберет у нас здесь Лужники и уж РЖД арену так 100% соберет, ну и Брюги как город, в который безумно хочется попасть. В общем, такие мои варианты, а вы пока у вас есть время до жеребьевки, напишите свои варианты, какую группу вы бы хотели, какую группу вы опасаетесь, а из какой группы считаете, что выйти будет нам проще всего. Жду ваших вариантов. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова